Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня ночью проверил, как в городе идет ремонт дорог. Оказалось, в спецтехнике в темное время суток едва ли не больше, чем днем. Ямы закатывали на Ленина, Марковского, Батурина и Свердловской. Мэр оценивал асфальт, измерял высоту бордюра и допытывался про качество битума. И раньше главы нашего города инспектировали дорожные работы ночью, но Акбулатов стал первым, кто привлек к этому столько внимания. Все подробности далее. Акбулатов И асфальт не развалился в следующем году. Ямочный ремонт улицы Ленина ведет муниципальное предприятие САТП. Их работа мэру не очень понравилась. Дорожники используют технологию литого асфальта. Буквально залепляют яму при помощи специальной машины. Но при этом куски гравия разлетаются по всей дороге. Технологию необходимо совершенствовать, уверен глава. Акбулатов перемещается по ночному городу вместе с журналистами и заместителями. В одном автобусе, чтобы обойтись без кортежей и заторов. По срокам когда мы должны завершить эту работу? Мы здесь зато будем работать. Все лето это понятно. Но дело в том, что люди хотят летом ездить по нормальной дороге. Если не резон, растягивать. На улице Марковского компания «Литстрой» перекладывает полкилометра дороги за 6 миллионов 300 тысяч рублей. К ее работе много вопросов. Бордюр на пешеходных переходах высокий. Инвалидам и мамочкам с колясками перебраться будет непросто. Я хочу обратить внимание, вы начали работу не совсем по технологии. Нет? Да. В начале выполнения работы. Я видел у вас с такими консервными банками люди ходили, разливали битвы. Как не делается? Нет. Ну я начинал, если делать, а как его делать? Так, не делается. Были проблемы. А целом дорога нравится? Мне кажется, хорошо. Очень. Все технологии соблюдали. Хорошо. А вот подрядчика на Батуринок Булатов похвалил. Компания «Асфальт Инфаред» латает ямы по технологии «Инфракрасная плита». Старое дорожное покрытие разогревают, размягчают и добавляют к нему свежий асфальт. Гарантийный срок заплатки – 2 года. Именно вот видно склейка старого с новым асфальтом, но он не производит. Мы нагреваем, можем нагреть эти две поверхности и соединить их между собой в новом асфальтобетонном. И при этом вырублено. Да, уже таких проблем не будет. Столь пристальное внимание Акбулатова к этой теме объяснимо. Водители признают, таких ужасных дорог в Красноярске не было давно. Недовольны горожане тем, что ремонт идет медленно. Возможно, нынешний рейд мэра заставит дорожников ускориться. А новая политика оплаты работ после проверки сибирской зимой позволит получить более долговечный асфальт. Если бы я сказал сейчас, что все проблемы будут закрыты, наверное, я был бы неправ. Поработать нам еще очень и очень много. Поэтому наша задача сейчас заключается ликвидировать дефекты, которые явно бросаются в глаза, явно доставляют неудобства горожанам. Недовольство дорожников тем, что деньги в этом году они не увидят, мэр не принимает. Недовод и то, что без средств ремонтные организации не смогут покупать новую технику, осваивать новые технологии. Я так не думаю. На рынке достаточно большая конкуренция. Если у кого-то не получается, значит придут другие, кто будет выполнять эти работы. Опасение экспертов вызывает и то, что в этом сезоне мэрия фактически заказывает ремонт сразу на два бюджета. Этого и следующего годов. Что может привести к снижению темпов ремонта в 2014. Но мэр Агулатов полон решимости. Его инспекция закончилась в 3 часа ночи, а уже в 8.15 утра он обещал быть на рабочем месте. Но если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru Виталий Поляков, Сергей Кашин. Афонтово новости.